Привет дорогие друзья, вы на канале ТОП ИСЁ и с вами конечно же как всегда Евгений Игнатов. И сегодня мы вновь продолжаем обсуждать проект OneGame. Как я вам обещал в данном видеоролике мы с вами обсудим команду проекта, заглянем в социальные сети так сказать, оценим социальную активность проекта и просмотрим мои дорогие друзья баунти. Я вам расскажу, для тех кто не знает баунти, это легкий способ заработать токены. Это такая своего рода рекламная программа ICO. Итак, давайте начнем с социальных сетей. Их всех можно найти в подвале сайта OneGame, есть на Medium, Twitter, GitHub, LinkedIn, Facebook, Reddit, Telegram. То есть есть везде где только надо. Итак, предлагаю начать с Twitter. Twitter, так сказать, самый такой мощный новостной портал для ICO проекта. Я уже подписался на Twitter OneGame, так как думаю поучаствовать в ICO. Еще немного послежу за новостями. Возможно, что-то еще новое услышу, узнаю и скорее всего приобрету токенов уже на основной продаже. Так как я уже сказал, что предварительная продажа уже завершилась. Очень жаль, можно было бы купить токенов подешевле с большим бонусом в размере 20%. Итак, давайте посмотрим, сколько же лайков, репостов в среднем собирают посты OneGame. Итак, в среднем на постах по 100 лайков. Посты вот 21 июля трехдневной давности, 20 июля четырехдневной давности. 19 июля 160 лайков, пост, так сказать, недельной давности практически. То есть, социальная активность в Twitter неплохая. 5000 читателей, постоянно проект выкидывает какие-то новости, скриншоты из игры, которую они разработали, точнее с игровой платформы, как я уже вам и рассказал. Вот новость о том, что проходит Airdrop, мои дорогие друзья. И много всего интересного. Итак, давайте заглянем в Facebook проекта OneGame. Итак, что мы здесь видим? 600 человек подписано, но на Facebook, в социальных сетях VCO проекта подписывается не очень много. Он не очень сильно подходит для новостей VCO проекта. Не знаю почему, но почему-то так сложилось. Итак, пост 19 июля уже собрал 7 лайков, 9 лайков. То есть, в Facebook активность, мои дорогие друзья, небольшая. Но это не показатель, это, так сказать, не беда. Так как Facebook действительно не очень сильно используется ICO проектами. Они просто создают страничку в Facebook, так сказать, для галочки. Возможно, просто кто-то не пользуется Twitter и будет следить за их новостями на Facebook. Итак, давайте заглянем еще в Telegram. В Telegram большое количество подписчиков. Ну, Telegram это такое место для обсуждения, для задач вопросов напрямую от комьюнити команде. И многого другое. А также используется тоже как новостной, так сказать, портал. Команда делится какими-то своими достижениями, какими-то новостями резкими и срочными, чтобы комьюнити могло об этом быстро узнать и как-то отреагировать. Итак, предлагаю просмотреть команду проекта. Команду я уже всю просмотрел предварительно. Команда действительно очень сильная и уже, так сказать, с колоссальным опытом. И не только опытом, так сказать, в интернет-сфере, а уже и в сфере некоторой ICO. Итак, давайте посмотрим на президента компании. Это Pushy. И вот его профиль в LinkedIn. Действительно указано в закрепленном сообщении в шапке его профиля OneGame. То, что он работает сейчас в компании OneGame. Вот президент NCO. Также, мои дорогие друзья, до этого он в мае 2014 года работал инженером-программистом в Microsoft. В феврале 2010 года по мае 2013 года работал инженером, также программистом в Google. И так вы уже понимаете всю серьезность этого человека. То есть, у него колоссальный опыт работы в серьезных компаниях, таких как Microsoft, а также Google. Итак, давайте заглянем в профиль других членов команды. Вот Курт Йонг. Курт Йонг. Что мы здесь, мои дорогие друзья, видим? То, что он работает на данный момент в OneGame. Также еще в каком-то проекте участвует в SEO. Работает адвизором в Games4Change. То есть, у него уже есть опыт в продвижении проектов. И многие другие проекты, малоизвестные. Но о некоторых из них я уже, мои дорогие друзья, как-то слышал. Итак, FoxChain. Что мы видим, у него также в профиле закреплено то, что он работает сейчас в OneGame. Он работал программистом и инженером-программистом других компаний. То есть, это исключительно человек, который занимается программированием и программным кодом. Ну, я думаю, не стоит заглядывать в профили всех членов команды. Я думаю, они нас не подведут. Адвизоры, так сказать, тоже очень сильные. Советников подобрали таких крутых, которые, думаю, найдут инвесторов, которые поверят в проект и захотят сделать так, чтобы этот проект все-таки собрал хардкап. То есть, выкупят токены. И, мои дорогие друзья, как и обещал, давайте еще просмотрим раздел Bounty. В закрепленном посте на сайте, а точнее, в закрепленной панели на сайте, в закрепленном блоке, есть кнопка Bounty. Но, мои дорогие друзья, это, так сказать, уже не рабочее Bounty. Оно уже завершилось. Это был первый раунд. Не знаю, почему не закрепили еще второй. Но начался он совсем недавно, три дня назад. Может быть, еще закрепят. Я вам в описании под видео добавлю ссылочку на новое Bounty. Вот, мои дорогие друзья, новое Bounty. Вот, вы уже видите то, что вторая версия. Стартовало оно 21 июля и закончится в день окончания ICO 20 августа. Ну, или, я думаю, завершится, когда будет достигнут хардкап. И пул на Bounty, как вы уже заметили, красным цветом выделено 150 тысяч долларов. Можно заработать токены путем ношения подписи на сайте BitcoinTalk, путем перевода и модерации в каких-то, не знаю, ресурсах OneGame, платформы OneGame, путем написания статей и раскрутки в социальных сетях, а также рекламы на YouTube. Я думаю, мои дорогие друзья, если вы захотите заработать токены, вы сами разберетесь. Всем спасибо за просмотр, возможно, будет еще одно видео про OneGame. Пока!